Китлос Лайф представляет в эфире обзоры российских и украинских журналов за рулем и автомир. Приятного просмотра! Всем привет! Обзор журнала за рулем, ноябрь 2013. Номер 104, оказывается, не 103. Приятного просмотра. Главном номере Suzuki Neves CX4. Ну, можно сказать, и сейчас он красиво смотрится. Страница 28, 7 лет, 1 ответ. А также 34. Бентли. Такая вот обложечка, Украина. Какие-то коробочки интересные. Вот еще всякая штучка. Такая фигня, 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 фигня. И так далее. Очень красивый, интересный журнал. Главный редактор Николай Захаренников. Содержание автомобилей номера. Расскажу по ходу этого номера. Новости. Пропустим одну новость. Премьера. Не до конца полоска заполнена. Ну, без разницы. Какой-то робот. Далеко мне не понятен. Также все премьеры. Вот. Не буду это читать. Раз усоливать тут так не буду. Просто покажу вообще журнал. Что он из себя представляет. Потому что на ютубе этого нету. Вообще обзоров по журналу за рулем этого нету. Только начало это дело. Что закончилось? Дамбаш ТВ и... Как этого? Осенний Иванов. Я тоже решил запустить. Тем более, по-украинским вообще нету ничего. И в интернете их не особо тоже много. Бой с тенью. Сузуки Невс X4. Салон Сузуки СX4. СX4, блин. Какой-то. Сузуки. Дальше Бэлентли. Погоня за гитарой. А тут как написано. Высший свет. Салон Бэлентли. Высший класс написано. Конечно, Бэлентли это высший класс. Бэлентли это может позволить себе только богачи. Твари. Битва таксистов. Авторадио. Технологии БМВ. Фольксваген Гольф. Р. Пробуждение. Пробуждение. Эволюция вида. Фольксваген Гольф. Фокусируйся, камера. С этим в хорошем настроении. Короче. Фольксваген Гольф 2002 года. Фольксваген Гольф 2005 года. И Фольксваген Гольф 2009 года. К сожалению, ни одного журнала за 2009 год у меня не осталось. Я их продал моему лучшему другу. В принципе, они старые. Не особо меня уже интересовали. Киа Оптима. Техника искушения. Мне нравится, что у нас за 2013 год. И навряд ли я их когда-то кому-то отдам. И за 2014 год. Коротко. И тесты. Вот тут меня журнал разочаровал. Мы ни одного сравнительного теста не взяли с ноября 2013 года. Или вообще с какого-то вам октября. Ни фига не взяли. Ни одного сравнительного теста нет. Ну вот все тесты, как можно заметить. Ну вряд ли вам что-то видно, потому что сейчас... А, вот эти коробочки. 64-я страница. Она тут есть. Вот 27 батарей. Так, 20... Короче, скажу, первое место. Батарея вот. И первое место вот эта батарея. Какая тут батарея. Камера. Ты чё? Не фокусируешься. Короче, лидер какая-то там батарея. Обязательно реклама была втугливать. Honda CR-V. Honda Pilot. Дальше нежная кожа. Прикольно. Наш тест. Потому что наши номера. Санхёнг Рэкстон. Я люблю Санхёнги. Санхёнги. И Джили мне, в принципе, нравится. Я вообще люблю все машины. Кроме спорткаров, они мне не нравятся. Они красиво выглядят. И так далее. Кроме Мерседеса, которого я уже когда-то показывала. Хватит эту тему рассусуливать. Тоже у нас наш тест LeFan X60. Наш тест Ford Fiesta. Наш тест Gili. Коротко. Коротко это можно пропустить. Коротко, не сильно интересно. И тема жизни почему-то самая заполненная. Надо не удивить. Вот всё из темы жизни. Ниссан LeF. Полгорода в этом Ниссане. И мне это нравится. Потому что электрокары я люблю. Я этот раз не буду пропускать тему жизни. Просто я тут не буду ничего рассусуливать. Показываю. Потому что мне нечего показать. И за рулём 85 лет. Какой 85? Украинский с 2005 года. Это можно нам не делать. Ну сколько? 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. В 2013 нашему журналу 8 лет. А не 85. 8 лет. Но можно было и не делать 85. Ведь же нашему журналу не на 80. Фу. 8 лет, а не 85. Можно было и не делать. Формула за рулём. За руль. Золотой руль. Ну и короче коротко. Всем огромное спасибо за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч. Увидимся на моём канале. А также анонс. В ближайших номерах. Вольво. Хундай Гранд Санта Фе. Лада Калина 2. Акора. МД Макс. И остальная хрень. 130 страниц. Ведь когда-то в нашем журнале было. 130 страниц. 130. А сейчас 98. Ведь же какие толстые раньше у нас номера были. Как-то грустно. Редактор субтитров. Редактор субтитров.